Всем привет, с вами снова Илья, это прогноз курса биткоина и других криптовалют на 24 октября. Поздравляю всех с началом новой недели и давайте смотреть как ничего не меняется дальше. Биткоин у нас находится приблизительно на тех же отметках и мы видим, что в краткосрочной, среднесрочной, да и более долгосрочной перспективе волатильность на криптовалютном рынке фактически равна нулю. Сразу вспоминается, когда где-то в конце февраля, начале марта один из молодых людей на телеканале РБК пил за упокой российского фондового рынка. Также и сейчас на самом деле хочется уже поднять аналогичный тост, но за упокой криптовалютного рынка, потому что волатильность отсутствует и торговать очень сложно хотя бы что-то. И мы видим, что как только волатильность просыпается, в основном это волатильность разнонаправленная и выбивающая в общем-то стоп-лосты или покупателей или продавцов. Поэтому за последнее время я себя ощущаю больше, знаете, человеком, который с полюбившегося мне мема вот здесь вот находится, человеком, который сначала пытается что-то выстроить, какую-то определенную фигуру, какую-то определенную формацию. В итоге ее пробивают, приходится что-то перестраивать. В данном случае возможно даже перестраивать так, что в рамках той же самой фигуры оставаться. Поэтому торговать тяжело, действительно, и возможно в скором времени буду уже на какой-то радиочастоте 1 вещать сам для себя, но в общем-то не сдамся в этом плане. Поэтому давайте разбираться, что же здесь можно придумать. В данном случае мы видим, что в принципе все двигается согласно нашему плану, но наш план он такой достаточно тривиальный, ничего никуда не двигается. Скорее всего мы будем и дальше видеть ложные движения, ложные выходы в одном из направлений. Причем, что странно, это уже происходит на фоне волатильности на рынках классических. Мы видим, что тот же индекс NASDAQ двигается абсолютно полностью в пределах нашего прогноза и подрос как за предыдущую неделю, так же и подрастать будет скорее всего сегодня. Потому что биткоин у нас за вчерашний день стрельнул, как стрельнул, не знаю сейчас стоит ли называть вот эти 300-400 долларов каким-то прострелом. Но удалось ему пробить вот эту вот верхнюю границу нисходящего клина и впоследствии вот такой вот откат. Сейчас новый рост и скорее всего это означает, что Америка у нас откроется вполне неплохо. Напомню, что по индексу NASDAQ и по, в принципе, другим американским индексам я ожидаю прироста где-то, наверное, процентов еще на 5-6 от текущих отметок, что по биткоину означает прирост процентов на 10. Ну, по крайней мере, означало не так давно. Ну, вот, что же касается чисто исключительно технической картины, то здесь мы видим, в принципе, ситуацию такую, ну, в целом неплохую. Почему? Потому что мы видели здесь консолидацию возле верхней границы клина, после этого пробой этой границы клина, в принципе, импульсный. И на вот этом вот откате его здесь попробовали подловить. Но основная проблема заключается в том, что сил и волатильности на продолжение движения у биткоина фактически здесь нет. Поэтому, ну, по сути, мы находимся сейчас в рамках вот этого вот голубого треугольника. Ну, это очевидно, я имею в виду, будем находиться в рамках боковика, сформированного вот этим вот прямоугольником. То есть, с верхней отметкой около 19600, которую мы здесь подбили, и с нижней границы около 19000. Такие вот прострелы, которые практически невозможно предугадать и практически невозможно взять. И, в принципе, вот такая вот слабая волатильность. Если мы посмотрим на часовой график, то здесь ситуация, ну, она многообещающая, по меньшей мере. Потому что глобальный клин у нас пробит наверх, пробит вроде как импульсно, и вроде как подхватили его на вот этой вот, на этом снижении. Мы также видим, что цена пытается выйти из зоны максимального накопления. То есть, вот у нас зона максимального накопления. Со средней ценой около 19100. Если она хотя бы какое-то время вне этой зоны продержится, это уже хороший и неплохой, хороший, как минимум неплохой, бычий знак. Который позволит пройти сначала вот в рамках этой небольшой фигуры, то есть до 2400. Потом где-то до 21-2600. Но это, в принципе, вы уже и так, по крайней мере, от меня знаете. То есть, основная задача и задача номер один сейчас у биткоина, да и, в принципе, у всего криптовалютного рынка, попробовать каким-то образом выйти из зоны вот этого вот максимального накопления. То есть, зоны максимальных горизонтальных объемов. Из локальной зоны выход уже состоялся. Из более глобальной зоны, то есть, нужно пробить 2400. И это же как раз таки будет означать, что цена вышла в, ну, то есть, вне рамок вот этого вот более крупного боковика. И там уже далее означает, что цена уже идет на, наконец-то, отработку вот этого вот клина. И хотя бы какую-то волатильность мы можем увидеть. Что же касается сделок, ну, еще раз ремарочка, что все сделки будут сейчас максимально рискованными. И, скорее всего, будет очень тяжело их каким-то образом отрабатывать. Но я вижу самый простой трейд, который здесь есть. Это попробовать дождаться, в общем-то, очередного снижения, которое, скорее всего, будет к отметкам около 19000 долларов. И оттуда попробовать лонгануть. Здесь, ну, похожие идеи они довольно часто отрабатывают. И идея в том, что вот это движение многие пропустили. Многие заходили в середине, в конце. И стопы ставили вот сюда, за вот этот вот лоу или за начало вот этого движения. Поэтому, прежде чем возобновлять рост, скорее всего, их подобьют. И только после этого будет уже какое-то продолжение. Идея номер два тоже такая пограничная, но, в принципе, работоспособная. Это идея на шарты где-то вот меток около 19700-19750. Ну, или, возможно, даже этот диапазон можно подвинуть чуть повыше. Идея хороша тем, что мы можем поймать, попробовать поймать ложный выход за диапазон наверх. И после этого зашартить как раз-таки вот этот вот ложный выход, потенциально ложный. Потому что их уже было немало. То есть, классическая модель ложного выхода, она примерно вот такую вот структуру имеет. Конец истории. Давайте посмотрим теперь, в общем-то, дальше. Тут на четырехчасовом графике все тот же боковик, все те же зоны, все те же диапазоны. Не вижу абсолютно никаких изменений. А особенно не вижу смысла каким-то образом эти изменения обговаривать. Между тем, напомню, что в описании всегда есть ссылки на регистрацию на 2 биржи. Binance и Bybit с самыми интересными бонусами, на мой взгляд. 20% скидка на комиссии на Binance и до 4000 бонусов, долларов на первый депозит на бирже Bybit. А мы переходим к эфиру. Здесь у нас, в принципе, ситуация, ну, в рамках того, что мы ожидали, в рамках того, что мы хотели увидеть. То есть движение к отметке около 1250, после этого отбой наверх. То есть мы все так же находимся в рамках бокового движения. Не знаю, что здесь еще расписывать. Я вот это вот все дело удалю и просто это движение заново выставлю, заново его покажу. Вот. Таким образом, то есть мы здесь находимся, и эфиры здесь находятся, и, скорее всего, будет находиться еще довольно долгое время. Идеи все одни и те же здесь. То есть выход за верхнюю границу диапазона с последующим снижением. Это идея шахтовая. Выход за нижнюю границу диапазона с последующим ростом. Это идея лонговая. Какие-то промежуточные идеи, которые можно на таких интервальных уровнях пробовать брать, на мой взгляд, не особо интересные. И я бы, скорее всего, их просто пропускал. Вот и все. Это, значит, что касается криптовалютного рынка на сегодня. Другие альткоины рассматривать смысла не вижу, потому что по ним ничего абсолютно не происходит. Поэтому желаю всем, в общем-то, возникновения какой-то волатильности. Не знаю, предупреждать ли вас о рисках. С учетом того, что потерять на таком рынке очень сложно, если не торговать с плечами там x1000, потому что движения, по сути, нет. Но, тем не менее, предупреждаю вас о рисках. Напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируется в то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения. Своего торгового решения принимать самостоятельно. Я сам обращаюсь. Всего хорошего. И пока.